Одной из первых прозвучала тема отсутствия военкомата в Анапе. Курорт готовится к осенней призывной кампании, и она вновь будет осложнена поездками в Темрюкский район. Вопрос Юрия Полякова. Какова перспектива восстановления работы военкомата в нашем муниципалитете? Сергей Васильевич, значит, давайте так, вы мне готовьте информацию, я думаю, что мы это делаем для жителей города-курорта Анапы. У нас жителей, наверное, больше, чем в Темрюкском районе, что-то я так думаю. Поэтому еще раз хочу заострить внимание. Мне информацию, давайте, когда отменили Министерство обороны, к кому мы можем обратиться, с кем мы можем разговаривать, через Краево инкомат, все. Мне, пожалуйста, информацию дайте, давайте займемся. Высказался Юрий Поляков по вопросу санитарного состояния города-курорта. По его мнению, усилий, которые сейчас прилагают коммунальщики для наведения чистоты, недостаточно. В центральной части вымыть плитку, убрать сорную растительность и сделать общее благоустройство после сезона и влияния многочисленных гостей. В микрорайонах и на проспекте наладить регулярную очистку. Жанна Анатольевна, ну еще раз хочу заострить внимание ваше. Чистота в городе. Пионерский проспект у нас, кто там отвечает на пионерский? Мопаку, вы на контроль берете. Листья валяются, где-то убирают, где-то не убирают. Это касается всего города. Ну давайте ж немножко зачистимся. Услышали меня? Участие в планерном совещании руководителей городских предприятий дает возможность привлечь внимание всей общественности к проблемам Анапы. На сегодняшнем совещании эта тема – несанкционированная торговля. И претензия звучит в адрес представителей НЕСКО. Незаконные присоединения к городским сетям – это их зона ответственности. Мы даем вам письмо, в котором мы четко указываем. Вот такие-то, такие-то точки. Просим вашего разрешения присоединить с вашего разрешения. А у вас несанкционированных, а присоединенных сколько? Куда вы смотреть будете? А потом вы нам рассказываете о потреблении такое, мы не знаем. Вот у вас тут еще доклад, у меня масса вопросов к вам. Вы должны весь город за два дня пройти и зачистить. И у вас есть письмо. Там, где можно, там, где нельзя, вы все должны отрезать. Просто категорически отрезать. От начальника управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрия Ерохина Поляков потребовал дать ему конкретику. Сколько незаконных некапитальных строений уже демонтировано с пляжей и что еще предстоит сделать? Ежедневных отчетов исполняющий обязанности главы Анапа ждет и от муниципального контроля. Работу этой службы Юрий Поляков контролирует лично.